В эфире информационная правовая программа «Дефакто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Склад контрафактного алкоголя обнаружен в Гомеле. Раскрыта кража из магазина в Ветковском районе. Задержаны подозреваемые в краже арктехники. Милиция отмечает свой профессиональный праздник. Не переключайтесь. Впереди главные происшествия и события недели. Гомельская милиция продолжает мероприятие по выведению из незаконного оборота алкогольной контрафактной продукции. 21 февраля в ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД и администрации советского района Гомеля совместно с представителями инспекции Министерства по налоговым и сборам установлен склад хранения спиртного. 32-летний неработающий житель Гомеля арендовал гараж у своего знакомого. Затем небольшими партиями в объезд автодорог общего пользования доставлял из Российской Федерации спиртосодержащую продукцию. На момент проверки помещения оперативники обнаружили целый арсенал стеклянных емкостей различного калибра с содержанием, начиная от водки и заканчивая коньячными изделиями. Документов, подтверждающих легальность товара, ровно как и акцизных марок Республики Беларусь, сотрудники правоохранительных органов не нашли. В результате осмотра хранилища изъято 2755 бутылок, содержащих почти полторы тонны спирта. По оценке специалистов, за конфискованный товар можно было бы получить прибыль в сумме 200 миллионов рублей. В отношении гомельчанина составлен административный протокол по статье 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Весь алкоголь изъят, материалы проверки направлены в суд для принятия окончательного решения по данному факту. На текущий момент на гомельщине из оборота уже выведено более 10 тонн самогона и браги, а также более 15 тонн иной спиртосодержащей продукции. В этот же день на выезде из Будокошелева оперативниками железнодорожного РОВД Гомеля был остановлен автомобиль с российскими регистрационными знаками. 24-летний местный житель перевозил сверхустановленных норм 46 полиэтиленовых бутылок объемом 5 литров каждая. Всего 244 литра с надписями на этикетках «Стеклоочиститель». Вся жидкость синего цвета с характерным запахом спирта изъята. По данному факту проводится проверка. Также следует напомнить телефон горячей линии полка ППСМ 464444, где любой может оставить сообщение о незаконных действиях в отношении алкогольной продукции, хранения самогонной и самогонной браги, в том числе и анонимным способом. С небывалым размахом по сельским меркам решил отпраздновать День защитника Отечества, житель деревни Столбун Ветковского района. Правда, собственных средств на праздник у него не было. Зато был богатый криминальный опыт. Однако он не помог замести следы матерому преступнику. В ночь на 23 февраля в деревенском магазине была отключена сигнализация и сбит замок с дверей со стороны складского помещения. О краже стало известно только утром. «На тот момент у нас был выходной, вторник. Получается, женщина, которая работает в соседней закусочной, у нее был рабочий день. Она пришла на работу и увидела, что у нас была сорвана сигнализация. То есть сигнализационная кнопка просто мигала. Она обошла вокруг здания и увидела, что взломана задняя дверь. Сразу заметили, что у нас на витринах было пустое место. Но до этого оно все было запомнено. Там стояло виноводочное изделие. Вот мы это все увидели и сразу поняли, что это ограбление. Мы проверили сразу и кассу, и пропали денежные средства. На сегодняшний день у нас переучет. И я думаю, что в ближайшее время все будет известно, на какую сумму воры вынесли товара с магазина». На место преступления выехала следственно-оперативная группа. «В ходе осмотра места происшествия были изъяты вещественные доказательства, а именно следы обуви и следы пальцев рук. При проведении оперативно-розыскрых дальнейших мероприятий были установлены лица, подозреваемые в совершении данного преступления». В то время, когда эксперты занимались изъятием следов на месте происшествия и сверяли их с базой данных, сотрудники уголовного розыска и следственного комитета проводили оперативные мероприятия, которые дали свой результат и помогли выйти на вора и даже поймать его с поличным. «В ходе отработки лиц ранее судимых, проживающих в этом населенном пункте, с целью отыскания похищенного, была получена оперативная информация к тому, что к данному преступлению попричастны лица ранее судимые, которые проживают в этом населенном пункте. В ходе проверки данной информации, часть похищенного была обнаружена в частном доме одного из подозреваемых, под полом, закопанное в землю. Чтобы исключать следы своего преступления, преступники облили землю водой, залили, и чтобы не взялось след собака, облили колоном, духами. В ходе осмотра подполя данного дома были обнаружены часть похищенного имущества из магазина. Помогли местные жители, которые указали, что видели данного человека по деревне проходящего, и который нес похищенные непосредственно материальные ценности из магазина. Это не первый конфликт с законом у жителя деревни Столбун. До этого у него уже было пять судимостей. В основном все имущественного характера. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». И ближайшие четыре года он может провести в местах лишения свободы. Стоит дополнить, что и этот магазин обворовывает не впервой. Подобный случай произошел почти год назад, канун 8 марта. Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело ведется следствие в отношении двух жителей областного центра. Мужчины подозреваются в краже оргтехники на одном из предприятий Государственного комитета по стандартизации. Под покровом темноты злоумышленникам не составило большого труда отжать пластиковые оконные рамы. Проникнув в кабинеты, расположенные на первом этаже здания, воры похитили три системных блока. Монитор, принтер, две клавиатуры, причинив ущерб на сумму свыше 13 миллионов рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам было установлено, что кражу совершили двое неработающих 80-го и 90-го годов рождения, которые задержаны. Один из злоумышленников проживал недалеко от угольного энергосбережения, здание, которое в настоящее время неохраняемое, не оборудовано сигнализацией, и подсказал своему товарищу, что там можно похитить технику, которую в последующем можно продать. На что его товарищ согласился, и они ночью, путем отжима пластиковых окон, проникли в данное помещение, похитили компьютерную технику. В настоящее время один из обвиняемых содержится в СИЗО 3 и срок наказания до 4 лет лишения свободы. Работа предприятия, на котором отсутствовала охрана и не была установлена сигнализация, еще не скоро войдет в нормальное русло. Полностью найти похищенную оргтехнику, с хранящейся на ней служебной информацией, пока не удалось. Часть имущества обвиняемые все же успели продать. 99 лет. Именно столько прошло с момента образования белорусской милиции. Ее очередной день рождения гомельские правоохранители отметили в общественно-культурном центре праздничным концертом, присвоением новых званий и вручением высоких наград. На всех милиционерах парадная форма, белая сорочка и китель. Праздничное мероприятие, приуроченное ко дню белорусской милиции, в областном общественно-культурном центре собрало около 900 сотрудников, органов и подразделений внутренних дел Гомельщины. Поздравить их приехали коллеги из соседней России. Связям двух стран уже не одно десятилетие, ведь, как известно, в преступности нет границ. И только совместными усилиями можно достигнуть спокойствие и исполнение законов. Этот принцип давно стал общим для правоохранителей Гомельской и Брянской областей. Хочу поздравить с праздником всех сотрудников Гомельской милиции, милиции Белоруссии с наступающим праздником. Пожелать им побольше, наверное, отдыха, поменьше беспокойных дней, ну и больше заниматься профилактикой, чем такими-то такими серьезными преступлениями. На Гомельщине первые отряды милиции появились почти 100 лет назад, в марте 2017 года. С того момента во все, в том числе и самые непростые для страны времена, стражи порядка сражались за безопасность людей. В годы Великой Отечественной войны они участвовали в оборонительных боях за областной центр. После 1945-го их работа продолжилась уже в русле борьбы с вооруженным бандитизмом. В конце 80-х гомельские милиционеры даже сражались с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. От себя лично, от всего руководства я хочу поздравить всех наш личный состав с прекрасным праздником. 99-летие образования нашей белорусской милиции. Это большой праздник. Следующий год нас ожидает столетие. Я хочу высказать слова благодарности органам власти, с которыми мы постоянно взаимодействуем, с руководителями правоохранительных органов. Мы имеем значимые результаты в оперативно-служебной деятельности, ту высокую оценку, которую дает наш белорусский народ. И мы гордимся, и мы сегодня на высоком уровне празднуем День белорусской милиции. Благодаря слаженной работе в прошлом году ни по одному из направлений деятельности милиции гомельщины не зафиксирован рост преступности. Кроме того, в последнее время наблюдается уверенное снижение количества рецидивных преступлений. За отличную работу в этот день многие сотрудники милиции гомельщины получили новые звания и высокие государственные награды. На этом все. Смотрите де-факто на телеканале «Беларусь-3» и на сайте телерадиокомпании «Гомель». Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова